Приветствую вас! Проблема вашей девушки в том, что она боится, что разведет она с ребенком, она никому не нужна, и она боится испытать разочарование, она боится испытать боль от расставания с вами. Именно поэтому она так ведет, это ее защитная реакция, то есть она думает, что вы не согласитесь быть с ней из-за того, что у нее ребенок и из-за того, что она разведена. И связано это тем, что после развода, который является травмирующей ситуацией, травмирующим обстоятельством для любого человека, у нее немножечко, а может быть, и довольно сильно занизилась на церковь. После чего она не считает себя такой привлекательной, как грандшир, после чего она не считает себя завидным партнером для личных отношений. Фотография, она вам слала для того, чтобы вас как-то привлечь к себе, но когда было свидание, девушка в силу неуверенности в себе, опять же показала, что она недостаточно для вас хороша, а когда вы ей не писали долгое время после первого свидания, то она, соответственно, подумала, что она вам не нужна, и что тема с подарком, который вы ей озвучили, это просто отговорка, на самом деле вы не хотите больше ее видеть. Что вам нужно в этой ситуации делать? Во-первых, если вы хотите с этой девочкой быть вместе, если вы хотите с ней активно взаимодействовать, если вы видите ее в качестве серьезного партнера, если ребенок вас не останавливает и прочее, то более активно себя проявляйте. Пишите ей, настаивайте на встрече, убеждайте ее в том, что она самая лучшая, в том, что она вам нравится, в том, что вы примите ее любой, в том, что вы хотите быть с ней, в том, что вам не важно, есть ли у нее ребенок или нет, в том, что вы готовы принять ее ребенка в случае чего, и так далее, и так далее. То есть в этом вам нужно проявить настойчивость. Если вы не собираетесь с ней в серьезные отношения, то лучше вам эту девочку не обнадеживать, потому что именно этого она и ждет. То есть она, во-первых, ждет того, что вы будете для нее серьезным мужчиной, и именно поэтому, как бы, сразу говорит, на что вы идете, на что вы соглашаетесь, и тем самым намекая, как бы, на то, что ей отношения без обязательств не нужны, и что она хочет серьезного мужчину. Вот. И, с другой стороны, она ожидает, что вы ее бросите. Но в этом случае не стоит затягивать, если вы не принимаете ее ребенка, и не принимаете, хоть она вам рассказала, то лучше об этом сказать ей прямо, чтобы человек меньше страдал. В этой ситуации немного непонятна ваша позиция. Почему, например, вы, готовя ей подарок, не могли написать хоть что-то, особенно после первого свидания, которое традиционно очень важно для женщин, и традиционно уже, если мужчина не пишет после первого свидания, то, значит, женщина ему не нужна. То есть тем продиктована вот эта ваша пансивность, либо непониманием, действительно непониманием элементарным, того, что хочет женщина, либо чем-то еще. Если чем-то еще, с этим нужно поработать, если чем-то еще, с этим нужно разобраться, чтобы вам это в дальнейшем не мешало выстраивать отношения на именно том уровне и в той форме, в какой это приемлемо для женщины. Вот, значит, ваш вопрос, который вы задаете, вы спрашиваете, в чем проблема? Проблема в ней, в ее неуверенности в себе, в ее страхе, что вы ее бросите, в страхе, что вы настроены по отношению к ней несерьезно. Это основная проблема. Если говорить про вас, то ситуация здесь складывается опять. Вам просто нужно быть немножечко более активным и проявлять внимание, даже быть крепиской, но регулярно, чтобы девочка чувствовала, что вы в ней нуждаетесь. Без этого девочка будет думать, что вы ей не нужны. Даже если вы совершенно по-другому считаете, даже если вы действительно искренне полагаете, что человеку нужно дать время, чтобы, например, пережить, да, чтобы там подождать. Или если вы действительно считаете, что просто так писать не стоит, потому что ни о чем разговаривать. Поверьте, для девочки это очень важно. И если вы хотите быть с этой девочкой, то старайтесь действовать в соответствии с ее интересом. И если вы делаете ей подарок, то лучшим подарком будет ваше внимание. И без внимания девочка как растение чатнет и увядаст. Ну и вот это вот только, что, значит, необычайно девочкой вы пишете почти неделю. Вот, собственно, почему вы с ней за это время не общались, не очень понятно. Особенно после первого свидания. Вот эта субъективная сторона того, почему вы не общались с ней, подлежит разбору. Ну, опять же, опять же, на мой взгляд, это нужно разобрать. Чтобы вы хотя бы для себя понимали, почему вы так поступили и поняли ли вы, что это было неправильно. То есть поняли ли вы, что это было очень двусмысленным и провокационным. Что девочка в этот момент ждала все это время, она ждала, что вы ей напишете, а вы ей не представляете. Проявляйте на самом безразличии. И, вы знаете, не хотелось бы вам говорить, ну, такие неприятные вещи, может быть, или, может быть, вам покажется грубо это. Вот, ради бога, простите, ничего такого я не хотел, но вам повезло, что девочка сама написала вам. Она могла бы не написать. И просто в один прекрасный момент вы бы узнали, что она больше не хочет вас видеть, что она обиделась, что она встречается с другим, и ваш подарок пропал бы в тюне-тюне, и сами бы вы оказались в еще более непонятной ситуации. Вот, так что вам повезло, что девочка так проявила себя. Но постарайтесь все-таки больше таких ситуаций не допускать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился самый ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.